Ну что, в виде вопроса варик антибрызг, будем его испытывать и тестировать. Длинновод 11 миллиметров. Нашу краску мы берем ситенс, вот такой вот резиновый холст, резиновый обой из 30 плотности, который мы тоже продаем, на ней будем испытывать. В общем, сочетаем все самое, сочетаем краска до стен, варик до стен и собственно сама стена. Так, готовить варик будем провоспортировать его из упаковки. Пойдем его оболоснем и удалим весь технический варс, который здесь есть, вся пыль, чтобы он был вообще чистеньким. Вот варик немножко намочили, промыли от технического варса пыли, надо его подсушить вот таким способом. Во сколько днем. Вообще-то антибрызг ты не должен разбрызгивать воду, но в общем-то мы его подсушили. Он такой слегка влажный, такой должен как раз работать на стене. Итак, начинаем. Варик, краска густая, хорошая. Варик возьмем вот сюда. Антибрызг. Мы его еще не тестирули. От этого интереснее нам всем сейчас будет. Пропитываем валик. Хорошо, несмотря на то, что он влажный. У нас в подшипке уже есть влажный, но валик надо пропитывать. Хорошо, хорошо. Так, краски много в него впитал. Валик сам по себе влажный. Это 100% полиамид. Ну что, начинаем. Давайте так поближе. Где-то антибрызг мы должны брызгать. Итак, начинаем красить. О, класс. Где-то да. Вот это да. Много в себя впитал краски. Варик. И ее хорошо отдают. Я прокатываю его. Вот так вот прокатаю. Отлично, смотрите, как видно. Но не знаю, вряд видно будет на просвет. Но класс, мне нравится. Давайте сюда еще пену нанесем. Обязательно хочу нанести пену. Пока сохнет перерослой краски с вальком антибрызгом. Так, ну что, появилась идея. Так как антибрызг конкурирует с микрофиброй, то как раз посмотреть, как они отличаются и чем. Поэтому будем красить микрофиброй. Тоже готовлюсь мочить. Сейчас ее отожмем и будем здесь рядышком красить микрофиброй. Посмотрим на сходство и различия, скажем так. Так, микрофибра тоже готова к работе. Рядышком начинаем красить. Давайте камеру так. Во! Будет лучше. Но работать, конечно, микрофиброй в разы комфортнее. Но для меня. Для вас может быть не так. Ну, две полосы вроде одинаковые, да? По качеству забора материала и там и там тоже одинаковые. Посмотрим, что микрофиброй в разы комфортнее, чем прокрашивали. Так, друзья, если резюмировать, смотрите, антибрызг и микрофибры нанесли примерно одинаковую полоску при одному кунанье. То есть, захватывая датчика краски, они примерно одинаковые. Вопрос в том, что антибрызг нанес состав более толстым слоем. Не знаю, получится в сердце, либо нет. И, ну, плотненько так. Микрофибра, конечно, сделала это гораздо потоньше, еще не подсохла. Но там, где подсыхать начинает, она, конечно, очень тонко нанесла. И по микрофибре, мне было микрофибру удобнее, приятнее работать антибрызгом. Ну, так, с натяжкой по сути. Но плюс-минус, валики, мне кажется, они идентичны для краски. Ситингс подходит и тот, и тот. Но микрофибры я бы предпочел, потому что мне комфортнее работать. А здесь же, ну, потолще. Соответственно, для ярких цветов, мне кажется, получше будет антибрызг. Так, ну, мы решили сделать вообще невероятно. Берем валик Velorex и попробуем второй слой финальный закатать отсюда туда. Velorex напомню, это 4,5 миллиметра толщина. Валик он очень-очень тонко раскатывает. В основном беру для эмали. Для красок использует редко, но посмотрите, будем на проходистой поверхности. Какие полосы. Вот так для финиша пройтись, когда подложка полностью готова, и вам надо придать такой рельефчик, классный, бархатистый, действительно, мне кажется, прям хорошо. Но так красить, конечно, Velorex сложновато. Ну, тонкий валик, эмали сделан. На поверхности вот сейчас мне нравится. Вот здесь не закрашивать, пока останется один слой, а здесь второй. Класс. Ну, мне нравится, как финишный слой такой нанес. Конечно, надо будет им в два слоя минимума носить. Финиша там. Ну, так прикольно. Ну, в общем, Velorex сделан в эмали, не для красок обычных. Поэтому такие дела. Ну, в общем, вот так вот. Поставьте лайки, подписывайтесь, если кому было видео интересно. Ну что, мыть валики одно удовольствие. Я их помыл уже. Они отмываются хорошо, быстро, легко, даже под прохладной водой.